Вадим Викторович, поздравляем вас с возвращением из отпуска, с первым рабочим днём. Команда после паузы вернулась к работе. Как в целом прошёл сегодня первый тренировочный день? Как ребята после своего отпуска? Как прошёл этот день? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Спасибо большое. Да, мы очень рады вернуться к своей любимой работе. Да, начинаются трудовые будни. Ребята уже после новогоднего праздника, наверное, соскучились по работе, хотя, видно, желание ещё отдохнуть было, но, тем не менее, нам нельзя терять времени. Надо начинать подготовку уже. У нас формируется, по сути, новая команда. Да, кто-то из ребят по сравнению с прошлым сезоном останется в команде. И уже с теми, кого мы хотели оставить, заключены контракты. Естественно, что комплектация ещё команды продолжается, селекционная работа. Но в целом позитивное настроение. Очень важно было на первой тренировке обозначить задачи и цели нашего подготовительного периода. Ну и, конечно, добавить положительного импульса и позитивных эмоций для того, чтобы начать, как говорится, с хорошим настроением, с радостным настроением и продолжать эту работу в подготовительный период. В целом я очень доволен тем, как прошла первая тренировка. Есть положительные эмоции, и это очень важно. Поэтому, проведя первую тренировку на таком позитивном фоне, на таких радостных эмоциях, всегда очень важно дальше продолжать в этом же духе, в чём я не сомневаюсь, безусловно. Довольно активный трансферный декабрь у нас выдался. Мы подписали шесть игроков. Ещё планируется, возможно, несколько подписаний, хотя бы в общих словах, если это не секрет. Да, мы приглашаем всех тех ребят, кого хотим видеть в команде. Мы, в первую очередь, ориентируемся на то, чтобы добавить именно амбиции команде, для того, чтобы нам двигаться к высоким целям. Ещё раз повторюсь, и думаю, что по сравнению с предыдущим сезоном, четвёртое место не удовлетворяет никого, в первую очередь наших преданных болельщиков, которые, конечно, ждут большего от команды. Поэтому, в целом, я настраиваю команду на то, чтобы даже те ребята, которые приходят, новички в нашу команду, они должны понимать, что наши амбиции намного выше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому, с этой точки зрения, все приглашения, все те ребята, которые уже заключили контракты, именно и с этой, с ментальной точки зрения, тоже подписаны для того, чтобы улучшить результаты команды, и в их амбициях мы не сомневаемся. Будут ещё у нас приобретения, не без этого. Комплектование, ещё раз подчеркну, селекционная работа продолжается. Ну, и ждём даже в ближайшее время, что в течение этой недели, вот до Рождества, у нас ещё появятся новички. Что очень приятно, что в этом отношении у нас тоже есть положительные сдвиги. Если посмотреть вот на тех ребят, кто есть сейчас в команде, довольны ли вы тем, как вот формируется сейчас, в принципе, основной состав Минского «Динамо» на этот сезон? Да, безусловно, ну, скажу так, не буду оригинальным, если скажу, конечно, для того, чтобы быть успешным на протяжении всей соревновательной деятельности нашей команды. Безусловно, очень важно для тренера иметь хорошую конкуренцию, да, и это в первую очередь обусловлено тем, что здоровая конкуренция даёт возможность ребятам прогрессировать, потому что когда есть достойные оппоненты в команде, да, мы всегда стремимся быть лучше. Поэтому, если так, у нас будет команда в таком отношении, что будет высокая конкуренция, естественно, ребята будут прогрессировать. А в случае прогресса футболистов, ребят, естественно, что и уровень команды будет повышаться. Поэтому в этом отношении очень хорошо было бы, чтобы у нас на каждую позицию было по два футболиста, которые бы хорошую конкуренцию создавали. Плюс ко всему этому у нас есть достойная молодёжь, которая уже даже сегодня способна быть в главной команде и конкурировать наравне с теми ребятами, которые сегодня есть в главной команде. К слову молодежи, очень много молодых игроков сегодня было на тренировке Ну и в целом даже тех ребят, которые вот новенькие в Динамо Это как правило ребята от 20 до 24 лет То есть и Андрей Рылыч, и Александр Свирепа, и Макавчик Они как бы все довольно молодые Вам самому как тренеру с кем проще работать? С игроками, которые уже такие поопытнее? Или все-таки вот с молодежью, которую еще надо так учить и натаскивать, скажем так? Я бы так сказал, что Андрей Рылыч и Александр Свирепа Это уже, да, они молодые по возрасту футболисты Но уже их опыт игры в высшей лиге позволяет говорить о них как о уже сложившихся футболистах Если мы сегодня говорим про молодежь Это непосредственно уже именно игроки нашего молодежного состава На которых мы также обращаем внимание И которые сегодня уже достойны представлять команду высшей лиги То есть нашу команду основную Это Илья Дубинец, Владислав Кролик И плюс мы на других ребят также виды имеем И сегодня очень важно мне как для тренера еще раз заострить внимание на том Что каждый из ребят, которые будут себя проявлять в молодежном составе Мы готовы сюда в главную команду приглашать Для того, чтобы они также понимали, что они на них рассчитывают И они способны сегодня влиться в ряды главной команды И быть успешными в главной команде Поэтому, ребята, ни для кого дорога не закрыта в главную команду Знайте о том, что главный тренер за всеми следит И я еще раз хочу на этом сакцентировать внимание Что для каждого дорога из молодых ребят Из дублирующего состава и даже из старших лицензионных возрастов Открыта в главную команду Главное, работайте над собой И мы за всеми будем следить Ну и если постараться В нескольких, может быть, предложениях Краткие планы на январь-февраль подготовки команды Сейчас мы будем работать эту неделю здесь на стадионе нашем Динамо Юни Да, в одноразовом режиме Естественно, нам сейчас втягивающий период надо пройти Для того, чтобы ребят вернуть в определенный игровой тонус Тренировочный тонус Вот, и понятно, что в дальнейшем мы перейдем к двухразовым тренировкам Где будет сочетаться место проведения как на Динамо Юни Так и в стайках мы будем работать в тех условиях, которые у нас есть А это, в частности, силовая работа в тренажерном зале Беговая работа То есть все-все направления будем выдерживать Но будем работать здесь, в Беларуси Единственное, что есть у нас инфраструктура И есть возможности для тренировок К сожалению, мы не можем поехать ни на какие зарубежные сборы Но все в одинаковых условиях, поэтому мы не исключение Хотел бы поздравить всех болельщиков Поклонников футбольного клуба Динамо Минск С Новым Годом наступившим Пожелать успехов, прежде всего, команде Чтобы эмоции и ожидания наших болельщиков в этом году сошлись воедино Мы очень желаем того, чтобы наши болельщики были действительно удовлетворены И радость получали от наших игр и от наших результатов в первую очередь Поэтому хотелось бы еще раз пожелать всего самого хорошего в Новом Году Успехов, достижений Ну и, конечно, хотелось бы поддержки истинных наших болельщиков Ощущать на каждом футбольном матче Где мы также постараемся, в свою очередь, оправдать ожидания наших преданных болельщиков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok